Самый частый вопрос у многих родителей, что сделать, чтобы ребенок не болел. Именно об этом мы сегодня с вами поговорим. С вами Светлана Скалькова, сайт для Вика. То я такая, обычная мама двух детей. Вот таких вот двух симпатичных детишек. В свое время тоже приходилось делать кучу ошибок, искать пути решения проблем со здоровьем дочери старшей, старшего ребенка. Мотаться по врачам, решать проблемы со здоровьем уколами, успокаивать ребенка на руках после этого. И перед этим, потому что, когда проходишь курс лечения, ребенок уже понимает, зачем ты идешь в кабинет, начинает плакать заранее. Так что натерпелся изрядно, тем более, что у тебя получились оба не самые здоровые, скажем так, и уколы, и прочие процедуры проходили с самого рождения. И лишь после того, как я не просто открыла для себя доктора Комаровского, но и поверила после достаточно длительного изучения не только его видео и книг, но и форумов, на которых общались мамы, живущие в Европе, то есть не в России, не в бывших странах СНГ или СССР, а именно в Европе, я поняла, что это действительно так и нужно делать. И после этого проблемы со здоровьем стали значительно меньше. И именно о том, что я делала, как я начала решать эти проблемы, я сегодня вам и расскажу. Итак, для того, чтобы сделать так, чтобы ребенок меньше болел, и во время болезни сама болезнь переносилась легче и быстрее проходила, нам нужно разобраться с причинами болезни, тех болезней, которым подвержен ваш ребенок. Что-то может быть вирусы, самое-самое распространенное, ОРЗ, ОРВИ, в некоторых случаях БРИ, это тоже вирусы. Многие считают, что ребенок засобливил, значит покашляет, значит его простудили. Начинают ругаться родители, там и бабушки ругать родителей за то, что детей одевают плохо на улицу. Начинают их кутать, парить. Но это не решает проблему, потому что простуда – это вирусное заболевание по научному ОРЗ или ОРВИ, острая респираторная вирус инфекция, и от того тепло для ребенка или легко, появление данного заболевания или его непоявление не затихнет. Если ребенок столкнулся с вирусом, если он вдохнул, то велика вероятность заболеть. Болезнь в данном случае – это температура сопли каши, проявляется именно потому, что организм борется с вирусом. Если бы температуры не было, то можно было бы сказать, что иммунитета нет. Ребенок чахлый, ребенок, видно, что чувствует себя плохо, но температуры нет. Тут уже проблемы с иммунной системой. Если же организм ребенка на вирусы реагирует адекватно, то есть повышается температура, появляются сопли, в некоторых случаях кашель может быть, может не быть, но сопли и температура обязательно. При вирусе – значит, все нормально. Температура должна держаться не больше 3 дней, на 4-й день должна снижаться. Если она держится больше, то есть вероятность, что помимо вирусов подхватили еще и бактериальные инфекции, можно проверять кровь и наличие антиделов. Ни в коем случае не пить антибиотики без назначения врача. И даже если врач назначил без анализа крови, причем не перед тем, как сдавать анализ крови, а после того, как уже пришел анализ, и подтверждено, что есть бактериальная инфекция, только в этом случае можно принимать антибиотики. К сожалению, в России обычно все наоборот. Даже когда ложишься в больницу, ладно, педиатр не может ежедневно сидеть, но ложишься в больницу, где круглосуточное наблюдение врачей, там сдает на утро кровь из пальца, но лекарства назначаются обычно уже при поступлении. Неважно, в какое время успели, и явно еще нету результата крови. Разумеется, потом, после того, как анализы перешли, это все можно изменить, но обычно назначаются наоборот еще новые лекарства, а те не отменяются. Ну ладно. Здесь мамам нужно все-таки следить немножечко за врачами, потому что такая тенденция в России и бывших странах СМГ значит побольше лекарств, чтобы родители не возмущались, что их не лечат. При вирусном заболевании никакие лекарства не нужны, помимо увлажнения слезистой носа, соля водой и большого количества питья, причем не молока, а, например, компоты, морсы, вода. Более подробно чуть больше поговорим. Сейчас посмотрим следующий вид болезни. Это болезнь грязных рук. Тем меньше ребенок, тем больше он подвержен этой болезни. Он ползает по околу, на улице, по земле, поднимает разнообразные камушки и тянет все это в рот. Поэтому рекомендуется носить с собой влажные салфетки либо бутылочку с водой. Бутылочка с водой даже лучше, потому что жар в погоду можно выйти. Даже если не жар, ребенок упарился в теплой одежде, набегался, тоже стоит его запарить. Хотя лучше одевать ребенка в соответствии с погодой, температурой, наличию ветра или его отсутствия и не парить его лишний раз. Дети у нас активные, те, которые уже не лежат в лесах, их одевать слишком тепло и стоит. Третий вариант. Обратный стол. Излишняя чистоплость. В данном случае, из-за того, что мамочки слишком часто мыют полы, протирал быль, причем делают это не водой чистой, из покрыла, а с использованием разнообразных химических средств. Здесь может возникнуть два варианта развития болезни. Во-первых, так как ребенок практически не сталкивается с микробами, у него иммунитет не развивается, и при выходе на улицу, либо попав в детский коллектив, не обязательно в детский, даже просто в зиму, он встречается все-таки с этими микробами. И так как иммунитета к ним нет, он, скорее всего, заболеет. Чем чаще ребенок сталкивается с микробами, разнообразные микробами, тем лучше. Тем выше у него иммунитет, тем меньше вероятность того, что он заболеет. Заметьте, в семьях алкоголиков дети практически не болеют. Второй вариант развития болезни – это аллергия. Очень многие дети сейчас аллергичны. Да не только дети. Взрослые тоже, я вот, к примеру, поработала на автозаводе, рядом с кокрасочным цехом, три года. Теперь у меня жуткая аллергия. Но лакокрасочные изделия, я не могу красить лаком ногти. У меня начинается одышка, кашель, слезы с глаз, и я просто не могу это делать. Хотя была взрослая, в детстве у меня вообще никакой ладей, ни на что нет. Соответственно, аллергия, аллергическая реакция, что возникла и на другую химию. бытовую химию, для мытья посуды, для стирки белья и так далее. Еще один вариант развития болезни – это когда в детской или в квартире вообще слишком входит воздух и, наоборот, сырость. В основном, в квартирах с центральным топлением воздух излишне сухой. Из-за этого пересыхает слизистая носа, через которую дышит и которая, по идее, должна задерживать вирусы, микробы, пыль. Но так как она пересыхает, эту функцию она теряет. Она перестает их задерживать и может сжать, и все вирусы и микробы попадают непосредственно в легкие, где и начинают развиваться болезни. Сырость, безлишняя сырость – тоже вредна. Например, с первым ребенком мы жили в маленькой матушке, и когда соседка сверху, старая бабулька, умерла, в квартиру въехала ее внучка. Внучка оказалась неспособной, скажем так, следить за своей техникой, и начала нас регулярно задать. Как раз, когда я была беременна, у нас начались ежеутренние потоки. Она не работала, поэтому днем она успевала вылить воду из чашечек, которую подставляла под кран в туалете. Но ночью она спала. Поэтому утром, когда муж вставал на работу, ему приходилось что-то не с зонтиком идти в туалет. В туалете у нас были клейные обои, и на ней отвали стена в непосредственной близости к туалету. Там стоял шкаф под потолок. Когда мы уже придали в квартиру и разбирали мебель, обнаружили, что она открыта черной плесенью. Поэтому вполне вероятно, что частые болезни нашего ребенка, и мы тоже достаточно часто болели, были связаны еще и с этой плесенью, потому что плесенью может развиться огромная масса легочных заболеваний. Это бронхит и астма, вплоть до рака. Так что внимательно следим. И если вас топят, а там стоит мебель, отодвигайте, проверяйте, сушите, требуйте, чтобы соседи ремонтировали. Если они не ремонтируют, вызывайте мастеров. К сожалению, нас затапливали так часто. Я вызывала, конечно, мы отключали воду пока. Соседка не отремонтирует кран. И так как делали это достаточно часто, она тут у нее протечет, там протечет. Соседи начали возмущаться. Конечно, что же без воды получаться? Здесь стояк отключает. Ну, вроде как, я решила, ладно, не буду вызывать, поразговаривать с этой дамочкой. Ну, на разговоры она реагировала. Никак. Поэтому нас топило, топило, топило. Чуть ли не зонтик. Все это влияет на здоровье, поэтому, пожалуйста, не относитесь так спустя в голову. Требуйте, чтобы все неполадки соседей с верхней стороны устраняли. Ну, а если подобных проблем нет, излишнюю слухость устраняйте сами. Как поговорить, чего же. Сейчас я хочу поднять вопрос о том, как предупредить пояса. Ну, в первую очередь, это закаливание. И самый популярный, самый известный метод закаливания это холодная вода. Как закаливать молодец? Разумеется, их сразу за днем воду не суют, а постепенно, на полградуса раз на делу, понижают пятую. На одно деление. На полделения. Чуть понижаем воду. Купаем недолго, потому что вода продолжает остывать. Холодная вода очень хорошая не только для закаливания, но еще и тем, что ребенок умеет движеться. Если купать ребенка в теплой воде, слишком теплой воде, там он больше напоминает, по-моему, чуть ли не засыпает, и двигаться совершенно не хочет. А чем больше ребенок движется, тем быстрее он развивается. Это огромный плюс холодной воды. Еще один большой плюс в холодном воздухе. Квартира не должна быть жар. В Европе люди живут в температуре 16-17 градусов Цельсия. Не из-за экономии. Совершенно не из-за экономии. Хотя, конечно, экономия, если особенно электричеством отапливается, квартира или дом, экономия, конечно, существенная. Но здесь холодный воздух для нас холодный. Если вы постепенно будете поджать температуру в квартире, вы тоже привыкнете. Это нормальный воздух. 16-18 градусов. Ночью, зимой, когда открываем окна ночью, до плюс 7 охлаждается в квартире. Нормально, все спины, никто не замерзает. И что самое интересное, дети не вылазят из-под зимы. Очень многие, особенно бабушки, очень боятся, что дети в квартире, где плюс 30 градусов, замерзнут ночью. Они их кутят, встают ночью, и проверяют. Дети, разумеется, им жарко, они распинываются, их снова запереломывают. Только бы ребенок не замерз в квартире с температурой плюс 30 градусов. Если в квартире холодно, дети не распинываются. Проверено на личном опыте. В холодном воздухе, особенно если достаточно влажный воздух, в связи с теми пересыхают, и иммунитет поддерживает свое достаточно хорошее состояние. И так как холодный воздух, разумеется, нужно соответственно одеваться. Если в квартире лежат, дети могут бегать в паре, как в сад, без трусов, да как угодно. А дети могут так вот, когда бабушка, если в квартире лежат, одевать ребенка не надо. Зачем его паре? Пусть бегает так, как ему удобно. Если вы будете поддерживать рекомендуемые температуры, как квартира, то одежда должна быть соответствующая, уже потеплее. Каким образом в квартире с центральным отоплением можно поддерживать холодный воздух по первым летом, когда квартиры не отапливаются и в радиаторах отопления нет воды горячей, можно вызвать сантехника, предварительно приобрести специальные экранчики, либо договориться, чтобы он приобрел, какие-то, может, у них есть уже на речи, можно отговорить. И чтобы в каждой комнате, или хотя бы в детской, если вы сами не хотите спать в нормальный атмосфер, хотя бы в детской, перед радиатором отопления врезать этот гранчик, чтобы регулировать температуру. В гранчике есть разность просто механических, где сам хочешь, проверяешь постоянно, и то добавляешь, то убавляешь, а есть автоматическая, которая связана, так сказать, с термометром и сами регулируют подачу горячей воды в радиаторе, в зависимости от температуры в год. Помимо этого, я уже затронула на пост влажности, нам необходимо, чтобы в квартире была влажность суха 60-70%. Это оптимальная влажность для жизнедеятельности в воде. При этом, слизистая не перестает, и в то же время не появляется плесень. Это нормальная влажность. Что я хочу сказать еще про ветра. Если в квартире очень жарко, многие открывают форточки, здесь тень, на супе, чтобы было не так жарко, чтобы было чем дышать. Воздух в зимнее время, когда на улице минус, на улице абсолютно сухой. Когда он проникает в воздух, когда нет квартиры, он смешивается с недостаточно влажным таком воздухом, и воздух становится еще более сухой. Поэтому, желательно все-таки поставить кранчик, краник на батарею, регулировать температуру, а ровидры раз в сутки перед сном. Влажность воздуха поддерживаем специальными оборудованиями. у них достаточно много в разных целях категории, которые вы сейчас видите на слайде. Еще один важный момент – это здоровое питание. Что я подразумеваю под здоровое питание? Очень многие родители, бабушки пытаются заставить ребенка есть. Просто втыкают ему ложку в рот и заставляют проглотить. Ребенок выплевывает, не хочет он, сытый. Едет тут же по щекам, по губам собирают обратно, ложку снова в рот кихают. Таким образом, мы ребенка чуть ли не с рождения вручаем переедание. Ребенок привыкает есть даже тогда, когда он хочет. И в возрасте уже там 20, 25, 30 и более лет получаем гастриты, язвы желудка и прочие заболевания вищеварительной системе. Здоровое питание подразумевает себя не только в отсутствии жареной пищи, копченой пищи, газировок разнообразных, сладости и изышеств. Здоровое питание подразумевает принятие пищи тогда, когда холоде. А для того, чтобы ребенок был в голоде, он должен двигаться, бегать, играть, желательно свежим воздухом на улице. И если вы видите, что ребенок плохо кушает, побегайте на улице с ним вместе, на полчаса дольше. Он придет домой и сломает все, что вы ему положите, потому что он проголодается. После того, как он поел, он снова захочет бегать. Через какое-то время, когда пища переварится, потому что у него появится энергет, безлишняя энергетка, ему нужно будет снова бегать. И чтобы не бегать по головам соседей, он уже снова вылезти на улицу. Итак, если вы хотите, чтобы вы хорошо больше с ним бегаете на свежем воздухе, если вы не хотите, нет возможности покойной, по причине гулять, в таком случае меньше глядите. Как вести себя во время болезни? Несмотря на все, что мы уже с вами обсудили, дети все равно болеют. Три-четыре раза в год – это нормально. Это вполне нормальный для детей. Особенно, когда они находятся в детском коллективе, в детском саду или в школе. Каким образом облегчить болезнь, чтобы она протекала менее опасно, скажем так, и более быстрее. Итак, ребенок болеет дома. Одеваем ребенка, мы его температуру, мы его все равно одеваем и охлаждаем комнату. Если у вас до сих пор очень сильная батарея, открываем окно, лакомную дверь, остужаем, проветриваем, катаем. В комнате должно быть холодно. Рядом с постелью ребенка ставим большую кружку или литровую банку к какому-нибудь компоту или носу, то, что он любит, желательно унесу, то, что он нам на основе воды был. Ребенок должен много пить. Ни в коем случае не заставляет больного ребенка есть. Когда болеешь, кушать обычно не хочешь. Поэтому, если ребенок не хочет, вам предлагаете, он говорит, не хочу, бросим, не мучаем ребенка, не заставляем. Захочет, поестит, попросит. Если ребенок не хочет лежать, то есть температура спала, и лежать ему уже не хочется, ни в коем случае не приколываем его в постель, не заставляем лежать, не включаем телевизор, чтобы он только лежал, следим, чтобы он был одетый, чтобы в комнате было прохладно, пусть играет в себя хоть. Если температура спала ниже 37, на 4-й день обычно болезнь, и доктор разрешил гулять, пожалуйста, можете даже гулять, но не бегать, а рядом дома в песочнице бегает такси. Далеко не ходить, но в магазинах особо не ходить. Желательно находиться там, где нет в облезости вируса не сидится, чтобы он снова чем-то не навязался, не подходил на ребенок. Итак, ребенок выздоровел, как не заболеть снова? Ну, в принципе, я уже немножко задумала этот вопрос, ограничиваем контакт с потенциальными вирусами. Что у нас обычно бывает? Ребенку чуть-чуть полегчало, опература спала на 4-5 день, родители срочно просят справку у врача, чтобы спихнуть ребенка обратно в детский сад и с ним бежать заколачивать деньги. Ничего удивительного, если ребенок в течение недели снова заболел, даже 3-4 дня. Во время болезни иммунитет усиленно вырабатывает иммунные клетки, которые борются с определенным вирусом. Когда вирус побежден, иммунитет на некоторое время ослабевает. Он выработал, свой ресурс должен восстановиться. И вот эти 3-4 дня, а желательная неделя, необходимо, чтобы ребенок был удалей от вируса носителя, удалей от детских садов и школ. Если есть возможность отправить ребенка к бабушке, дай мне, особенно в деревне, если живет, пусть поживет там. иммунитет восстановится, и вы гораздо дольше не попадете на больничный. Ребенок не будет как-то занять, а он не будет пропускать работу. Поэтому постарайтесь каким-то образом ограничить контакт ребенка теми, кто может носить в вид. Дело в том, что когда ребенок уже в принципе заразен, он еще первые 2-3 дня может не ощущать повышение температуры, сады, хотя многие родители, ребенка с температурой сады, напорно тащат сад. Так что будьте осторожны. Ну и естественно, продолжайте вести здоровый образ жизни. Это физические упражнения, это минимум сидячего образа жизни, минимум компьютера, минимум телевизора. Активный образ жизни, здоровая еда, без переедания. Ну и для того, чтобы ребенок согласился с этим заниматься, очень важен для него пример родителей. То есть, если родители делают зарядку каждое утро, ребенок, скорее всего, тоже будет вместе с ним делать зарядку. Очень важно, чтобы ребенок не видел, как родители ежедневно едят какие-то таблетки. Даже если это витамина. Даже если это бабушка принимает инсулин ежедневно или что-то еще. Минимум медикамент. Желательно, чтобы он этого не видел. Пусть принимает в другой комнате, тогда, когда ребенка в этот момент нет. Не нужно прививать ребенку привычку есть таблетки. При головной боли, при поле в животе, еще при чем-то. При любой боли нужно вызвать врача. Во-первых, чтобы разобраться, в связи с чем она возникла. Утренняя зарядка, а выходные всей семьей идем на каток или в футбольную полю, или в бассейн. Обязательно в физической форме, чтобы быть и самим, и ребенка заранее приучать. Стараемся каждые выходные хотя бы один раз за дня куда-то выбираться. конечно хочется отдохнуть, поспать, а обеда, ну ладно, субботки до обеда, воскресенья, идем в бассейн. Для развития ребенка очень важно, чтобы в семье была благоприятная психологическая информация. То есть, родители не должны ругаться. Еще до рождения ребенка нужно договориться об основных принципах воспитания малыша. О том, как вы его будете одевать, как часто более чем кормить, как заниматься там зарядкой. Будет очень хорошо, если папа будет смотреть какие-то обучающие видео или читать те же самые, что и мамы. Чтобы у родителей был одинаковый взгляд на воспитание ребенка. Чтобы после того, как он уже подрос, они не обнаруживали между собой какие-то несоответствия во взгляду. Или хотя бы умудрились заранее договориться, чтобы не спорили, не ругались. Это очень сильно подрывает авторитет родителей в казах родителей. Одинок боится, особенно если он ходит в детский сад или школу. У него наверняка есть друзья, которых родители уже взялись. Которые, даже если семье про это ничего не говорят, но он уже знает, к чему приводит этот тетюр. Креки и ругаются. Поэтому оставайтесь, чтобы в семье было договоря психологическое время. Даже если не в чем-то между собой не согласны. Не ругайтесь, договоритесь, поговорить тихонечко в кухне после того, как ребенок не знает. Не можете тихонечко быть сильным и скричить. Тогда, когда ребенок этого не улучшит. Итак, как вы считаете, сложно обеспечить ребенку здоровый образ жизни? Или все-таки возможно? Напишите в комментариях, что вы думаете к всему тому, что я вам создаю. Да, с первым ребенком у меня были жукие проблемы. Мы часто болели. Очень много раз лежали в больнице. Второй ребенок у меня пока не ходит в детский сад, поэтому я не знаю, как мы все перенесем. Но со вторым ребенком нам надо все проще. Во-первых, у меня уже из дома не была, если я знаю, как им пользоваться, я знаю, какую температуру в квартире поддерживаешь. У меня ребенок в 18 градусов в квартире бегает манишон. И вот так комфортно. Он привык к тому, что дома плюс 18 градусов. Он плюс 2. Ему комфортно, он не мудно, тоже теплый. Он бегает, играет, разница. И он не болеет. Да, поначалу, когда он был совсем-сосем маленький, дочь из садика приходила с соплями, и у нее только сопли, а он заболел с температурой. Но это вырабатывало иммунитет. Я знаю это, я этого не боялась. Я знала, как действовать в этой ночи. Советовалась разумеется с участковым диатором. Каждый раз я ее вызывала. Но при этом я не боялась, с ребенком не чувствовалась все-таки, и мы достаточно легко и быстро и выздоровели. Два раза лежали в больнице. Насчет больницы еще хочу предпринять. Если попадаете в больницу с ума инфекционной, очень велика вероятность, что вы попадете туда через 3-4 дня после выписки. У меня так было с дочерью, с младшим сыном. Дело в том, что внутри больничная инфекция достаточно серьезная. Также, если к вам в палату, когда вы уже почти выздоровели, подкладываются в свежую больную, то тоже великова вероятность, что вы заразитесь. Поэтому, все-таки, как только попадает температура, пишите заявление о том, что принимаете все ответственность за себя и бегите домой, под обледенем педиатру. В больницу попадает с температурой 40 градусов, то есть, это уже очень опасно для жизнедеятельности. Но, там вам ее сбивали и обследовали детально, даже до рентгенов, где он делал. Мы проходили обследование и после того, как уже первые основные симптомы мы сняли, я старалась по возможности уехать. К сожалению, в последний раз, когда мы упали в больницу с младшим, это было больше года назад, видимо, этим же вирусом заразила дочь и наш папочек. Поэтому, мы уже почти постарелили. Я бы с радостью уже отправилась домой, но папа по телефону, кашляя, сморкаясь, сообщает нам такую новость, что домой-то ехать-то нам нельзя. В итоге, я заменила своего родителя. Дочь собираю в тюрьме лечиться. Мужа, к сожалению, забрать некому было, поэтому, когда мы не здоровались, мы приехали, сходили к педиатру, собрали вещички и тоже уехали в тюрьме, чтобы папочка болел тут без нас, чтобы ребенок снова не выразился. Так что, предупреждаем, контакт с вирусными сетями желательно избегать. Кстати, дочь, когда уехала к бабушке, у нее температура была 38 сегаком, приехала к бабушке в деревню, и температура тоже исчезла. Смена обстановки, чистейший воздух в деревне, вкусная, еда здоровая, как говорится, тоже с оберона свежая сарлась, левит чудеса. Поэтому я полностью за лечение в деревне. На этом все. Пишите комментарии, если видео понравилось, нажимайте лайк, подписывайтесь на канал, то есть давайте дружить с ним. До встречи. С вами была Светлана Пасковкова. Сайт Далька. До встречи. До встречи.